всем доброго времени суток сегодня хочу вам показать вот такой интересный крючок здесь у него также цепляется как обычный крючок но он идет с леской для вязания довольно больших изделий этот у меня 5,5 толстый соответственно под него я взяла вот такую велюровую толстенькую пряжу это тунисский крючок ну и попробуем им что-нибудь вытворить как-то я уже им пробовала вязать но дальше таких небольших мотивов дело не пошло хочу показать вам может быть кому-то из вас будет это интересно понравится и вы захотите связать именно с этим крючком что-то среднее между крючком и спицами на леске петли набираются также как крючком единственное что кто держит крючок как ручку наверное будет не очень удобно при тунисском вязании но пробуйте я это обычно вижу крючок как нож поэтому и этот крючок я буду держать так как я привыкла вот набрали цепочку из воздушных петель и теперь смотрите в третью петлю опять из петли не считала поэтому посмотрим то нам понадобится и сколько хвостики будем прятать в третью петлю опять же под две дужки чтобы низ не растягивался он здесь очень классно видно на такой толстой пряжи что подхватываем две дужки захватываем и если мы когда вяжем крючком это провязываем вместе то когда делаем то низкое вязание на спице остается и вот так каждую петельку подхватываем и недовязанную оставляем на крючке и вот так продолжаем до конца ряда просто подхватываем и не довязываем вот это главное отличие тунисского вязание что если крючком бы мы с вами раз и два провязали то тунисская все петельки остаются на крючке и вот так провязываем до конца ряда чтобы у нас все петельки что мы будем использовать остались на самом крючке вот что у меня получается для вязания узора которые вам хочу показать мне надо 18 петель значит на крючке у меня 18 петель этот хвостик я уберу и так вот мы привязали наш первый ряд вытянутые петельки для этого узора плетенка нам надо чтобы было четное количество петель узор не сложные все поймете все очень просто единственное что смотрите самое интересное если мы вяжем крючком простым то мы изделие разворачиваем и вяжем спицами в принципе также вы провязали ряд до конца изделия развернули и тогда когда мы вяжем тунисским смотрите мы провязываем и в тунисском вязании также как и вязание спицам еще и рассчитывайте на то что две кромочные начале и в конце будут петли также как и когда вяжете спицами у вас две кромочные в начале и в конце работы здесь то же самое когда вывязываете узор считаете петлю сколько надо по узору плюс 2 кромочные теперь смотрите второй ряд нашего узора подели ниточку через одну петельку и теперь до конца ряда нам надо провязать вот так по 2 петельки вместе то что с этой стороны провязана и вытягиваем вторую и вот так до конца ряда крючок великоват не очень удобно немножко придется потерпеть чтобы связать образец и вот так поделать две петелечки захватываем нитку через одну через вторую и вот так до конца ряда мы с вами будем продвигаться для начала конечно если вы только первый раз взяли этот крючок то будет наверное не очень просто но потом рука набьется привыкнется и уже что-то нужно навязать также как и обычным крючком или спицами изделия могут быть абсолютно любые от какого-то коврика небольшого до пледа или покрывала на кровать и вот последние две мы провязываем тоже вместе вот такая пока что не очень понятная получается у нас рядок поверху тоже видите идет такая же косичка аккуратненькая получается петельки очень хорошо видны это наш второй ряд но вот первые два ряда мы с вами провязали получается такая вот непонятная ерунда пока что привязали последнюю петельку и теперь смотрите второй ряд мы будем вязать также нам надо на крючок набрать не завязанные петли но набирать мы будем не вот сюда там где-то у нас это верхняя косичка а вот в этот край вот он бачок у нас вот петельки бог и в эту вот петельку снова не довязанная поднимаем и вот так в каждый бачок вводим крючок и поднимаем петельку это у нас не цепочка нижняя вот нижняя цепочка идет а вот именно бачок между вот верхней цепочкой и нижней идет петелька и вот она образует вот такие вот выпуклые дорожки и вот под каждую дорожку заводим крючок поддеваем и вытягиваем петельку снова у нас на крючке должно быть столько же петелек сколько мы набирали изначально поэтому смотрите и считайте ну так до конца ряда продолжаем набирать петельки снова у нас на крючке наши начальные петельки то же самое крайнюю петельку провязываем одну и дальше по 2 возвращаемся к началу вязание здесь как вы видите изделие не переворачивается при вязании просто туда и обратно и так поддеваем провязываем снова ниточку зацепили через одну через вторую одну подцепили вторую и вот такая у нас получается дорожка принципе вязать не сложно но надо немножко попривыкнуть если привыкли вязать все время простым крючком там где поворотные ряды или спицами то может быть немножко непривычно но любое новое затягивает и что-то хочется пробовать ну вот вторая дорожка у нас появилась снова первую провязали и опять вот подойдите наши их уже вообще очень хорошо видно вот под наш эти передние стеночки снова вытягиваем петельки и вот так продолжаем вязание набрали и обратно возвращаетесь к началу вязание не переворачивая крючки такие можно купить в любом рукодельном магазине или через через алиэкспресс много заказывают так что так что они есть приобрести можно ну и вот так продолжаем последнюю петельку заводы провязали снова сначала одну крайнюю кромочную и потом провязываем по 2 и вот так продолжаем до нужной нам длины и ширины когда уже немножко побольше кусочек связан это все идет уже гораздо легче когда уже немножко понял как это делается тоже все это попроще так сглазила так как у меня крючок толстый получается довольно рыхлое вязание если вы будете вязать более тонким крючочком будет более плотно и да поэтому на это тоже рассчитываете ну вот я опять пришла к началу изделия ну вот так продолжаем один ряд набираем петельки на крючок а второй уже возвращаемся обратно вот такой вот мягенький плюшевый узор у нас получается вот такими переплетениями видно что по низу идет косичка и мы как бы ее обтягиваем вот этим верхним да вот внизу косичка наверх плетенка поэтому этот узор и называется плетенка конечно можно вязать и простым крючком набираем но единственное что простой крючок он у вас будет короче и вы сможете набрать только количество петель которая поместится на крючке чтобы вязать туда и обратно если же он с леской значит вы уже сможете провязывать довольно большое изделие как для покрывала вам но обязательно нужен но оригинальный до крючок тунисский с леской изнаночная сторона вот просто вот такие вот дорожки лицевая смотрится приятненько спокойный узор не режет глаз тунисским крючком еще вяжут довольно сложные конечно же узоры и принцип тот же сначала вы провязываете в одну сторону набирая петельки на крючок вот как у меня сейчас до петли а в обратную сторону вы уже провязываете закрывая петельки поэтому тут тоже узоров очень много ну что-то из простеньких я вам еще покажу еще варианты узора тунисским крючком сначала то же самое воздушные петли набрали на крючок подняли все петельки и в обратную сторону провязали по 2 петли вместе крайние петли провязываем провязываем петелькой теперь смотрите мы будем с вами вязать узор сеточка первую петельку мы провязали вторую вот смотрим опять эту боковинку и и вытягиваем провязали оставляем на крючке делаем накид и одну вот эту боковинку пропускаем следующую вытягиваем снова делаем накид пропускаем следующую вытянули накид одну пропустили вытягиваем накид эту пропускаем следующую петельку и так до конца ряда через одну провязали сделали накид пропустили и в крайнюю под две дужки у нас кромочная вытянули петельку вот такой у нас в принципе то как мы вяжем спицами 2 вместе накид 2 вместе накид вот или когда крючком пропускается одну петельку над ним делаете воздушными что-то похожее в обратную сторону мы вяжем как обычно первую провязали одну она кромочная поднять ряд и дальше идем по две снова захватываем ниточку и по 2 петельки накид вот у быть он петелечку которую провязывали снова протянули через две ниточки через две обратный ряд четный ряд вяжутся в принципе везде одинаково да вы провязываете две вместе и возвращаетесь в начало ряда не переворачивая изделие так не хочет цепляться и последние две вместе провязали вот такие дырочки у нас должны получиться значит кромочную провязываем первую за вот опять эта боковинка до при вязании вот используется боковинка петельки вот вот именно в этом узоре за боковинку подцепили вытянули петельку снова делаем накид и опять под эту боковинку провязываем петельку накид и снова ищем боковинку и вот так до конца ряда продолжаем накид и боковинку подвязали накид и боковинка снова накид вот наша последняя боковинка и крайнюю по две тушки снова ее провязали подняли ряд и обратную сторону снова по две вместе и вот так продолжаем один ряд у у нас идет с накидами второй ряд по всем чёт почетной стороне четные ряды уже пойдут просто по две петли вместе если брать несложный узор то по идее это наверное даже проще чем крючком ну кому что нравится поэтому каждый выбирает инструмент рукоделия для себя но попробовать что-то новенькое тоже иногда надо вот такая вот клеточка у нас будет получаться ну продолжим образец посмотрим побольше что это будет как это будет выглядеть ну вот такая вот сеточка у нас получается пряжа толстая крючок толстый поэтому выглядит рыхловато но если взять крючок поменьше пряжу потоньше все это будет видно но вот но по идее видно что вот у нас идет клеточка вот идет верхняя вот у нас идет один рядок между клетками везде четко довольно выражен и клеточка между ними все-таки я решила связать совсем такой небольшой образец на более тонкую крючком крючке тунисского у меня маленького не было поэтому я взяла свой четверочку и набралась только петель сколько у меня поместилось на по длине вот на крючок чтобы он не сползал потому что лески здесь нету и чтоб не цеплялся ну вот то же самое что мы с вами вязали толстой пряжей узор тот же самый плетенка и сеточка естественно здесь уже гораздо лучше виден узор и само переплетение поэтому поэтому я вам решила показать не само вязание принцип тот же и на толстой пряжи это видно гораздо лучше а просто результат видно и сеточка гораздо лучше клеточки да вот они идут клеточки и такая вот как лицевая петелька похоже вот идет по серединке и изнаночная сторона изнаночная сторона плетенки изнаночная сторона сеточки то все таки получается красиво главное подобрать пряжу и крючок соответственно загибаться немножко будет потому что мы здесь сделали цепочку и потом набор петель он как бы не не очень зафиксированный но это потом все решается обвязкой обвязка просто или столбиками с накидом или без накида или арочки тут уже на ваше усмотрение крючком вот так что вот такой симпатичный узор у нас получился всем ровных петелек всем пока